Самая большая закупка в России в рамках национального проекта «Культура» в Нижневартовские детские школы искусств поступило оснащение общей стоимостью 46 миллионов рублей. Новые пианино, баяны, аккордеоны, а также мультимедийное оборудование, мебель и учебная литература. Все это масштабное обновление уже осваивают педагоги и воспитанники школ. Подробности в следующем сюжете. Звонкую домру легко узнать. Этот исконно русский инструмент Виктория Тякина, воспитанница Третьей школы искусств, изучает уже несколько лет и пытается показать зрителю ее характер. В руках новая любимица с более узким грифом, а значит удобнее держать и избежать мозолей. Но самое главное – звук. На старых домрах в самых нижних октавах раньше не звучало, а сейчас здесь более яркий звук. Оркестры репетируют теперь, сидя на специальных концертных креслах за пипютрами с подсветкой. А в соседнем зале юные танцовщицы опробовали новый хореографический станок. Хорошо заниматься, они удобные для растяжки, для ролеве. Поставка новых музыкальных инструментов, так же как и мебели, часть глобального переоснащения, которое возможно благодаря национальному проекту «Культура». 46 миллионов рублей, выделенных из федерального, окружного и муниципального бюджетов, позволили на 70% обновить материально-техническую базу сразу двух Нижневартовских школ искусств. А мультимедийное оборудование поможет усовершенствовать процесс образования. Это не только развлечение, но это и очень интересная работа, самостоятельная или коллективная, или творческая. На смену нотам, распечатанным с интернета, пришли современные учебники. Более 900 экземпляров новых христоматий для всех 8 лет обучения. Это гордость и детская школа искусств имени Кузнецова. Я очень рада, что мы можем предоставлять зримый, давать этот талмуд в руки ученику. 28 баянами, аккордеоном московского завода «Юпитер», на которых играют и артисты знаменитого кубанского казачьего хора, еще нужно подстроиться под влаженность воздуха в помещении. Только тогда раскроется красота звучания, говорят педагоги, закуплен весь размерный ряд. Стимул заниматься, по словам руководителей школы, у детей только возрастет. Они станут довольно успешными людьми. Почему? Потому что они занимались этим искусством, а музыка, она очень развивает. Инструменты – это почти 130 единиц. Современное интерактивное оборудование продолжает поступать. До 1 ноября этот процесс завершится. Тем самым будет обеспечено качественное, доступное художественное и музыкальное образование. Более чем полутора тысячи воспитанников школ искусств Нижнего Артовска. Ольга Даукшев, Ксения Калинина, Александр Титаренко. Вести Югория. Нижневартовск.